Сейчас наша конференция откроет Академия Российской Академии Миномоук, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой терапии семейной медицины, президент Аунисина Горького. Существует, большое спасибо, что вы здесь. Тема, которую мы обсуждали сегодня, обсуждается везде. И в ряду национальных программах, которые не в самом деле очень впечатляют, но которые занимают на нем сегодня подвескующие позиции познавшихся. Когда я понимаю, почему это? Потому что здесь множество факторов. По-первых, начнем с того, что здесь можно быстро добиться серьезных успехов, потому что когда начальник фазы очень низкая, то для кого-то насыщает, то и на самом деле экология у нас впечатляющая, наверное, надо значить в связи всех аспектов, в связи с тем, что мы медицинские помощи. И отставание задачи, которые дают с повышением продолжительности жизни на 6 лет, за достаточно короткие периоды времени, защитить так и делиться нашими успехами в оказании помощи онкологической больницы. Мы как-то проводили такие расчеты в Академии НОК. И с надеем, что если мы подойдем продолжительность жизни сегодня онкологического пандема в России, на самом деле не трудно сказать какая-то, потому что серьезно, официально, в данной днике. По данным института Петрова онкологического на Санкт-Петербурге, так как регистра онкологических данных не существует, то каждый прибегает тем цифрам, которые ему кажутся наиболее выгодными с политической или с какой-то экономической точки зрения. Если мы возьмем НОК, мы можем переводить достоверные данные, которые были приблизительно 5 лет назад, Академии Числов, то, что это адекватно онкологам России, которые уже продолжили путь жизни под постановки диагноза 20-30 года. А в мире тогда было около 13-14 лет. И тогда были все говорили, что создавая онкологический центр, мы говорили о том, что мы разборимся за вот эти дополнительные 12 лет жизни. Стоит этого и пак, каждый пакет знает сам, но есть и в макроэкономическом смысле. Это уединение продолжительности жизни средней популяции приблизительно 8 месяцев. То есть 6 лет спорта, это просто максимум налоги, 6 месяцев это калия, к раскулярные заболевания, ну и так далее. И от алкологии сегодня будет выделено очень много денег, называется цифр, не называется, будет называться цифр, есть писачий миллиардов людей, что для России цифра впечатляющая. И дальше казалось, что деньги деньгами, но чтобы их освоить так, как надо, нужно очень много усилий, политической воли, желания и квалифицированных кадров. Если с темнотической воли сейчас ситуация достаточно хорошая, и она предъявляется, в том числе вот этими деньгами, о которых я говорил, то с остальным пока не очень хорошо. Потому что алкология, это кстати, в этом есть ее плюс, алкология, это возможно сегодня, самая профессиональная область алкологии. Я нигде не видел, ни в кардиологии, ни в кастринтерологии, ни везде, чтобы у человека определиться, что делать. Кстати, я чуть-чуть это иду, скажу, что вы немного слышали, все слышали, что такое искусственный интеллект. На самом деле, что это такое, если мы что-нибудь не знаем, но такой доктор, который там все знает. Сегодня он работает достаточно эффективно в стадии текстового учебника, скровочника. То есть, у него сегодня есть 950 профилей процентов, которые выводят. Женщина, пользователь 950, в данном время, диагноз, предначально, рак морочной железы, гистологическая форма, такая. То есть, когда ты все делал, то ты нажал в кнопку, получаешь выбор в соответствии со стандартами. Мы это сделали в нашей системе. Мы сделали в соответствии с американскими, сейчас и с немецкими, стандартами, доктор будет играть. То есть, на самом деле, это настолько все прописано, настолько все изучено в больших группах, что выполнение оказывается очень простым если вы просто выполняете. Это же не так все просто. Это, конечно же, деньгами и деньгами они всегда... И в этом расскажу несколько слов, что можно, что мы сегодня будем. Пожалуйста, истерики. Вы, кто нас или нет, или у тебя? Сегодня онкологическое согревание испытывает официальные статистики. Повторяю, каждый из нас с вами должен к этой статистики, мне кажется, относиться с некоторой территории скептизизма. Потому что полноценные скрытия умерших больных, потому что бабушка, 81 год, умирал, угрозил, кровь и больницы, скрытие не делали, диагноз, пневмония. Что это за классный пневмоний? Тургульоз, обычная гональная пневмония и это раковое сражение. И мы никогда уже ничего не узнаем. Никто никогда не узнает. и поэтому эти цифры, ну скажем так, сегодня они намного ниже, чем в других странах. И вот это у меня на своей большей цене. Вот дальше 200 тысяч россиян, я думаю, что это камень, и вот 10% локоматических парней, утверждающихся помощи, могут получить помощь помощевой диагностики. Что же полученной диагностики? Давайте я вам приведу один пример, чтобы было считалось раньше, что один пэт-кэт-кэт, который является вводителем возможностей онкологической помощи онкологической больным в диагностическом смысле должен быть на 1 миллион населения. Среди штатов сибири 1 на 160 тысяч. Но будет даже быть 1 на миллион. Так вот в Турции 80 миллионов человек любит 90 пэт-кэт-кэт. То есть Турция не самая богатая и не самая победительная страна. В Российской Федерации в лучшем случае сегодня в лучшем положении находится Москва. В Москве в области сегодня проживали около 20 миллионов человек. ускорителя. Значит, минимальное количество в этот кодек, которое должно было быть, минимальное, уже даже которое ускоревшее, это 20 штук. Сегодня в Москве действует 7 и 2 с области 9. Здесь на самом деле куплено больше, на работе 9 штук. То есть даже Москва с областью неизвечена. Если пойдем дальше, будет еще хуже ситуация с мучевыми ускорителями, в котором должно быть в популяции 250 тысяч популяция, а в Соединеншем Америке 100 тысяч, но 250 возьмем в которых придерживаются силы ЕС, придерживаются все такие страны непократные, как Турция или там другие, а у нас приблизительно в 6 раз меньше. Придем эти задачи по каждому пункту должны. Что вы аккредит? Я не думаю, что вы это не знаете, поэтому просто буду отказаться. Афект вам позволяет химиотерапии. Химиотерапия это был на самом деле не то, что здесь я смотрю так, по внешнему виду много врачей, которые уже имеют серьезность в вашем работе. Если мы используем даже 20 лет назад, то без того, что с ним я счастлива даже не мог 20 лет назад себе представить, что какие успехи, которые достигнуты химиотерапии будут возможны. И в химиотерапии, и в лечении монопональной, мунотерапия, сейчас каптитерапия, которые все смотрят на новое какое-то лучшее это. И каждый из них это годы уединенной жизни. И если я начинал говорить, что все мы с вами должны говорить, что рак это не приколок, если средний возраст заболевшего мужчину в Москве рак 61 год, и он уже сегодня должен прожить 15 лет, а надеемся, что с этого появятся другие методы лечения, то он уже доживет до 80 лет, что в принципе скорее всего у него это уже не от рака, а от других заболеваний, которые где наши успехи и такие значения. Итак, химиотерапия. Значит, химиотерапия, у нас тоже надо много чего менять в стране, и мы с вами должны это делать. Есть самый расходный такой статистический материал, который причинный. сейчас станет доступными препараты, они реально становятся доступными. Я понимаю, что мы всегда благодарим власти, это такое благородное дело, благодарное. Сейчас встречает тот масса, которая ругается власти, и мне тоже очень хочется, но сейчас надо сказать реально спасибо, потому что программа, которая принимается, принята в Москве, в 19-м году будут решены, и я думаю, в основном будут решены. это вопрос и химиотерапии. Сегодня есть доступ к препаратам, это бесплатно, чтобы просто было понятно. Причем препаратам даже моноклональные антифизиот, говорят, не говорят, что с 1 марта тоже будет продаваться бесплатно, нуждающиеся, там будет процедура первоприотическая, но в принципе доступ к любой химиотерапии, а дальше возникает рост, дорогие курсы химиотерапии. И тут есть сведения и продолжительность генетерапевтического лечения 5 сеансов. И в процедуре закончены случаи на разной связи, еще и назад 5 процедур генетерапии. В области делается меньше в московской области. В москвичу получше не должно. Если мы отойдем в московской области троим куда-то подальше, то едва не делается. Сейчас надо перететь эти 5, то есть стандарт должен быть выполнен. Тогда мы можем рассчитывать на тот эффект, который есть в других странах. ПЭТКТ. Я думаю, что о нем уже много говорят. И я сегодня вспоминал с корреспондентом Анастасией Сергеевной, которая говорила, рассказывала, что когда мы вели ПЭТКТ, это был 12-й год, то нам было очень сложно объяснить врачам, что ПЭТКТ это хороший метод. То есть еще сегодня она приходит сейчас в больные, потому что такая женщина из Тушевского района, которая просто избирающаяся с исключением, пишет письма размещенные, которые контролируют от яичника и контролируют качественной терапевтической помощи. На самом деле у нас нет предупреждения. Ну, можно, конечно, вернуться к линдеру, можно ждать результаты аутопсии. Я думаю, что доктор в этом случае это ждет. Потому что что проведет химиотерапию прошло две недели. Вот Оперсан, она все про эту тему знает лучше меня, но она химиотерапия. Поэтому она скажет, через три недели лечения она смотрит пэд и видит помог локру. Мне помогу, мне помогу, что ей даю. Приведу возможность переключиться на другую линю. Если она будет ждать как раньше шесть месяцев помогать мне лекарствам, и другие результаты для всей подведет плавное накрование. Сегодня у нас уникальная возможность дружелю организма контролировать эффективность неэффективность. Поэтому пэд даже не буду обсуждать, что это нужно. Иногда нас запросит все. Друзья, пэд для приличной диагностики не грезит своей ночи. Когда приходит больной ивритязвовый день, не хочу сделать пэд, я знаю, нет у меня рака. Ну, иногда мы делаем это бред. Это не приличная диагностика. Но приличная диагностика в сложных сомнительных случаях это когда мы видим, что это слабо качество назад, мы не понимаем локализацию, мы даже видим какие-то это статические и нет приличного чета. В этом случае это уникальная методика, потому что светящиеся высококонтенсивные светящиеся точки позволит нам говорить о либо где отчат приличных либо где еще на астазы. Поэтому правильно прошло. Но для приличной скринговой диагностики пожалуйста нет. Это выпрошенный кинетик больных и государства. Слово государство это не оплачивает. просто вычевые терапии можно говорить годами. В всяком случае много часов. Она близывала очень много. Первые наши вычевые установки мы установили в 2012 году и тогда их не было. Это были первые все точные члены службы. Это была компания Варярна, которая только стала производить. Я не помню, какие у нас номера, но это номера были только в Штатах. Первые появились одна штука в одном из технику. Это не появились. А это конечно будет переворот. Если вы видели, любите, попросите, что показать. Сегодня многие из этих вещей уже делаются. Я думаю, какие высокоточные сегодня 8 штук уже больше 10-12 таких есть. Тогда их не было. И когда были белые и больные, я помню, я слышал версию аспиранта Карпера, который защитил Тимилицию по лечению одиночных опухолей рака легких.